Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Лето радует нас солнцем, но и осадками. МЧС информирует. В течение двух дней местами в Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сход сели малого объема. И сейчас прогноз синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза, в отдельных районах сильный, с градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Ветер восточный с переходом днем на северо-западные 6-11, температура ночью 10-15, в горах до плюс 10, а днем 20-25 градусов тепла и местами до плюс 17. В Черкесии кратковременные дождь и гроза, ветер восточный с переходом днем на северо-западные 6-11, температура ночью 13-15, а днем 23-25 градусов тепла. По 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун» 2-96-58. Категория «Нарпрос». Наша страна отпраздновала один из главных государственных праздников – День России. И по традиции в этот день юным гражданам вручают первый их главный документ – паспорт. В торжественной обстановке ребятам вручил заместитель министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии Александр Середа. Мероприятие прошло в отделе по вопросам миграции отдела МВД России по черкесскому. Участники торжественной церемонии поздравили ребят с получением главного документа. Пожелали им с честью нести гордое звание гражданина России, быть достойными гражданами страны и не бояться ставить перед собой высокие цели. Кроме основного документа, виновникам торжества вручили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки. А завершилось мероприятие «Фото на память». Жители и гости Адагихабльского района часто получают неожиданные уведомления о штрафе за нарушение правил дорожного движения. Правда, недоумевают. За какое? А дело в странной дорожной разметке на повороте в Ирсакон. Местные уже привыкли к коварному участку дороги, а вот гости села попадают к стоящим около остановки общественного транспорта автоинспектором Адагихабльского района. Что же не так с поворотом на Ирсакон? Ситуацию разъясним в нашей рубрике «Нерешаемый вопрос» словом о денег ракетовой. Вот он, тот самый коварный поворот на Ирсакон. Видео с нами поделился житель Черкеска Владимир. Водители, незнакомые с этим участком дороги, сразу после нарисованного белого треугольника сворачивают налево и выезжают навстречу. А там, около автобусной остановки, автоинспекторы. И тут же протокол, исходя из которого Владимир пересек сплошную, и штраф в 5000 рублей, а возможно и лишение прав на управление транспортным средством. Эту ситуацию нам прокомментирует адвокат Расул Гагуев. Итак, Расул, мы с вами только что просмотрели ролик, который прислал нам житель Карачаева Черкесии. Этот участок дороги, он вызывает очень много нареканий со стороны автовладельцев. Скажите, кто прав, кто виноват в этой ситуации? Анализируя сложившуюся ситуацию, я полагаю, что водителям допущено нарушение правил дорожного движения, согласно которым островки безопасности и иные объекты дорожных сооружений должны быть объезжаться, то есть водители должны объезжать с правой стороны. Как видно из видеозаписи, представленной видеозаписи и пояснений водителя, водитель транспортного средства повернул на полосу второстепенной дороги, предназначенной для встречного движения, что свидетельствует о нарушении порядка расположения транспортных средств на проезжей части. Таким образом, следует отметить, что в рассматриваемой ситуации водителю необходимо было повернуть направо, то есть населенный пункт Ирсакон Адрихальского района, руководствуясь пунктом 9.12 правил дорожного движения. То есть, что это значит? То есть, он должен был, имеющийся островок безопасности, расположенный на перекрестке главной и второстепенной дороги, объехать справа. Этот островок просто проигнорировал, да? Да, получается, что в нарушении данного пункта правил дорожного движения он должен был объехать его справа, но, к сожалению, он его не объехал, получается, слева. То есть, он был чуть-чуть внимательнее, да? Да, в данной ситуации необходимо было внимание. Может, все-таки там есть необходимость поставить дорожный знак? Согласно нормам и правилам дорожного движения, регулирующих права отношения в сфере дорожного движения, дорожных знаков, как таковых, на этом участке автодороги и не предусмотрено. Следует, если даже не имеются дорожные знаки, есть дорожная разметка, горизонтальная разметка, согласно которой необходимо руководствоваться. На данном участке дороги это имеет отчетливо вид на островок безопасности, который водитель должен был объехать справа. По закону, получается, водитель все же нарушитель, но здесь кроется маленькое, но важное «но». Разметка на участке автодороги у Раковской-Эрсакон неправильная, ошибка дорожной службы. Но не все на это обращают внимание. И это нашему корреспонденту Артуру Мхце подтвердили в Луге ВДД МВД по Карачаево-Черкесии. Сотрудники ГИБДД при установлении факта совершения административного правонарушения руководствовались нанесенной на проезжую часть дорожной разметки 1.1, правил дорожного движения, который разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах. При поступлении обращения сотрудники управления ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской республике провели обследование данного участка автодороги. На месте было установлено, что данная разметка не соответствует проекту организации дорожного движения. После его репортажа собственнику автодороги направлено информационное письмо, в котором указано на необходимость как можно скорее перевести разметку в норму. А что касается водителей, которые так же, как и Владимир, оказались жертвами этой дорожной ловушки, то они имеют полное право обратиться в надзорные ведомства и потребовать защиты своих прав. Где и как получить удостоверение частного охранника в Черкесске? На какой срок оно выдается? И кто не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного охранного лица? На эти и другие вопросы сегодня нам ответит инспектор Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Карачаево-Черкесской республике, лейтенант полиции Хаджимурза Семенов. С ним встретилась Александра Коваленко. Доброе утро, Хаджимурза. Расскажите, пожалуйста, как можно получить удостоверение частного охранника? Да, добрый день. Для приобретения правового статуса частного охранника в первую очередь гражданин должен пройти профессиональное обучение для работы и сдать квалификационный экзамен. После чего он должен обратиться в Центр лицензионно-разрешительной работы и при обращении он должен при себе иметь в первую очередь медицинское заключение по форме 002. Дальше он должен иметь две фотографии 4х6, оригинал и копию паспорта и оригинал и копию свидетельства прохождения профессионального обучения. Также необходимо гражданину пройти доктилоскопическую регистрацию. Как и где пройти доктилоскопическую регистрацию? Да, это несложно. Для прохождения доктилоскопической регистрации гражданину необходимо также обратиться в Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по КЧР. Лично с паспортом гражданин Российской Федерации, которую проводит наш сотрудник. Расскажите, какие меры предпринимаются вами для улучшения работы подразделения и уменьшения очередей для выдачи удостоверения частного охранника? В целях сокращения времени ожидания заявителей в очереди в подразделении Центр лицензионно-разрешительной работы функционирует система предварительной записи, наряду с которой функционирует система управления электронной очередью. Прием сотрудников осуществляется три раза в неделю, в том числе и в субботние дни, чтобы людям было удобно приходить. Что касается госуслуг, можно подать заявление через портал госуслуги? В настоящее время граждане республики все чаще используют механизм подачи заявлений в электронном виде с использованием возможности единого портала государственных и муниципальных услуг. В течение 2021 года поступило к нам 327 заявлений. Из них на предоставление государственных услуг для приобретения правового статуса частного охранника. Из них в электронном виде 327. То есть это составляет 100% в электронном виде у нас поступило заявление. С какого возраста граждане могут обратиться в подразделения для получения удостоверения частного охранника? Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, имеют право обратиться в органы исполнительной власти с заявлением о выдаче удостоверения частного охранника. На какой срок и как продлевается удостоверение частного охранника? Расскажу немного подробнее про продление, потому что в соответствии с установленными требованиями в области частной охранной деятельности, гражданин для продления срока действия, он подает документы не позднее, чем за месяц, то есть в течение срока, ну и не ранее, чем за два месяца. Это делается для того, чтобы мы могли, месяц почему месяц, чтобы мы могли обработать всю информацию и продлить ему удостоверение. Также предоставляется в Центр лицензионно-разрешительная работа по месту жительства заявление и документы, перечень которых определен соответствующим административным регламентом по предоставлению государственной услуги. Расскажите о сроках рассмотрения заявления на приобретение и продление удостоверения частного охранника. Сроки рассмотрения заявления на приобретение и продление удостоверения частного охранника составляют 20 рабочих дней. То есть это со дня регистрации заявления. То есть это получается около 27-28 именно календарных дней, ну плюс-минус 2-3 дня, не больше. А что касается госуслуг, эта процедура проходит быстрее или... Процедура подачи проходит быстрее, но процедура рассмотрения документов остается такой же. То есть время не меняется, также мы рассматриваем 20 рабочих дней. Кто не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного охранника? Не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного охранника граждане, вернее, не являющиеся гражданами Российской Федерации, не достигшие 18 лет, признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными. Также граждане, которые не предоставили медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, которым предъявлено обвинение в совершении преступления. Также это граждане, которые не прошли профессиональное обучение и не сдали квалификационный экзамен. На какой срок выдается удостоверение частного охранника? Удостоверение частного охранника выдается сроком на 5 лет. Какое количество граждан нашей республики имеют удостоверение частного охранника? На сегодняшний день в Центре лицензионно-разрешительной работы правильного гвардии по Карачаево-Черкесской республике зарегистрировано 2557 граждан, имеющие правовую стацию частного охранника. Спасибо Хаджи Мурза, что были сегодня нашим гостем. Вам спасибо огромное, что пригласили, даете вопросы, интересуетесь. Это очень приятно и правильно. В рамках празднования 100-летия Карачаева-Черкесии в Черкесске наградили представителей творческой интеллигенции. Торжественная церемония прошла в Республиканском колледже культуры и искусства имени Аслана Даурова. За вклад в развитие и укрепление взаимопонимания, дружбы и межнационального согласия между народами Дагестана и Карачаева-Черкесии наградили двух наших земляков. Так, почетный знак Министерства по национальной политике и делам религии Республики Дагестан получила заслуженный деятель культуры Карачаева-Черкесии Зарема Карданова. Благодарственное письмо представительства Республики Дагестан в Карачаево-Черкесии получила и наша коллега, корреспондент редакции на черкесском языке, заслуженный журналист Республики Зарема Карданова. Я люблю самое главное Дагестана, самый главный алмаз – это люди. Там уникальные люди, об этом постоянно говорю. И сегодня еще раз подтвердили они, что они действительно уникальные люди, уникальной земли Кавказа. Я хочу сказать большое спасибо представительству правительства Дагестана. Черкесск имеет такие давние традиции, не дадите соврать, Белгород и Черкесск – побратимы города. Пештера – болгарский город и Черкесск – побратимы города. Знаменитый наш район в бытности, его назвали в честь болгарского города. Так и Кавказ умеет и любит дружить. Большое вам спасибо, честь вам, что оба наши правительства уделяют такое внимание дружбе между народами Северного Кавказа. Казачьему роду нет переводу. Окунуться в мир традиций своих предков – значит прикоснуться к истории, считают в Курджиновской средней школе номер два. Купание ребенка и другие обряды казаков школьники показали в литературно-театральной композиции, на которой побывал Али Баташев. Рождение ребенка в казачьей семье было большим праздником. Особенно радовались рождению мальчика, потому что за него давали на дел земли. Дал Бог девку, так пущай девку будет. Тем более сын у меня уже есть. А ты взять, Григорий? Так перенешай. Мне теперь на дел земли дадут. А как на рекли, владелец? Братик-сестричку Марий прозвал. А мы в честь прадеда Егора на рекли. Ну что ж, тому и быть. Младенца купать, болезни смывать. Купание – первый обряд в жизни ребенка. С гуся вода, с лебедя вода, а с доченьки смей вся худоба. Чтобы глазки блестели, чтобы щечки краснели, чтобы смеялся роток и кусался зубок. Коточка, а неси. Ай, дыбы-дыбок, подрастай, мой сынок. Вырастай, как дубок, доставай потолок. Расти-подрастай, беды-горюшка не знай. А теперь туго-натуго пеленай. Двигаться не давай. Пусть лучше глазками лукают, да ушками слушают. Мир на зубок попробовать еще успеют. Затем следовал обряд кричения и пышное застолье. Без хлеба, соли и вольной песни не обходилось никакое торжество. По традиции новым членам семьи дарили подарки. Да, коня. Ведь казак без коня, как птица без крыла. А для нашей красной девицы бусы яркие и платки жаркие. Ох, хорош у нас будет товар. Пусть достойный будет купец. И казачьему роду не наступит конец. Шести лет мальчиков воспитывали мужчины, а девочек – женщины. Старинные семейные обряды, передаваемые из поколения в поколение, сохраняя истинные жизненные ценности, делают все казачьи роды единой большой семьей. По окончании представления юные артисты поделились впечатлениями. Мы готовились очень долго, старались. С каждым разом получалось все лучше и лучше. Перед мероприятием сильно волновались. Но в итоге что-то получилось. Некоторые, как вы тут главные были, да? Ну, я была бабушкой. Я была бабушкой. Как вам? Мне вообще очень нравится. Я себя чувствую в этой роли такой прям казачкой, хоть я не с казачьего рода, но такие эмоции захватывающие. И быть казачьей – это вообще такое все по душе, все так. Мы можем перенести с те времена и прожить это. Не то, что прочесть, где-то увидеть, а именно прожить, в роль всех житься. Это очень классно, потрясающе, здорово. Мир прошлого словно оживает во множестве игр, представленных школьниками младших классов. Наряду с такими известными, как ручеек, перетягивание каната, зрителям показали горелки и игру в пчелки. Яркие пестрые наряды маленьких артистов, стихи и прибаутки сплетались в прекрасный хоровод дружбы, вызывающий радость и ощущение праздника. А обряд встречи весны, плавно переходящий в игру с лентами, переносил в далекие времена и заставлял забыть о жарком лете. Приди весна с радостью, с великой милостью, с сольным и соком, с корнем глубоким, с хлебом обилим, с урожаем богатым. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Али Баташев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Урубский район. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программу о самом главном. А в 14.30 смотрите Вести Карачаева, Черкесия с Аллой Динаевой. Хорошего всем дня и встретимся завтра.